У меня закончился скраб или эксфолиатор, как это сейчас говорят, модное английское слово. И я решила сделать его в домашних условиях. Скраб состоит из трех ингредиентов. Из высушенной корочки апельсина. Вот она такая выглядит. Две недельки, наверное, она посушилась, полежала в бумажном пакете. Сахар коричневый. Можно применять белый сахар, а можно применять соль. Но хочу сказать, что соль она немножечко сушит, а сахар немножечко увлажняет. И кокосовое масло, обычное кокосовое масло, которое можно применять везде. Поскольку наша кожа, она в год, я прочитала, она теряет 5 килограмм за год в своем весе. И пыль, которая у нас собирается в спальнях, это вот тоже, это от нас, от нашей, от нашей кожи. Поэтому за телом нужно следить и нужно применять скрабы. Так, и я начинаю, значит, перемалывать апельсиновые корочки, пыльочки. Мягкую крошку. Ароматный получается вот этот порошок от апельсиновых высушенных корочек. Его можно применять везде, кстати. И почему мы иногда выбрасываем все это и не используем этот материал. Можно и на кухне его использовать, украшать тортики, например. Посмотрите, мелкий-мелкий и ароматный, запашистый. Вот три маленьких ложечки. Можно сделать скраба побольше и хранить его в холодильнике, но не дольше недели. А можно... Вот я положила три ложечки сахара, апельсиновые корочки здесь. И только осталось добавить мне кокосового масла. Вот на такое количество сухих ингредиентов я добавляю вот такую ложку кокосового масла. Если масло немножко, вы считаете, оно твердое и трудно его перемолоть с нашими ингредиентами, его можно немножечко подтопить. Вот сейчас я буду хорошенечко-хорошенечко перемешивать всю эту смесь и результат я вам покажу, что у меня получилось. Вот такой у меня получился девочке скраб. Он сейчас застывает, потому что, как вы знаете, свойства кокосового масла застывать. При косновении с телом оно расплавляется, как вы знаете, и такое получается нежное увлажнение вместе со скрабированием. Причем запах апельсинового апельсина очень такой приятный и очень даже неплохой рецепт я хочу. Вот такой, девочки, скраб заинтересовал этот рецепт. Запоминайте его, оставляйте в избранное, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Всего доброго!